В тюрьме сенегальского города Тиес, второй по величине в стране, притворяют жизнь инновационную программу. Молодых заключённых учат фехтованию. Так администрация решила помочь им подготовиться к жизни на свободе. «Они учатся быть честными, уважать правила, и через правила фехтования они учатся уважать правила в целом, принимать поражения и лучше себя контролировать». Ученики этих курсов предпочли не открывать своих лиц. Однако с радостью рассказали о пользе, которую получили от занятий. «До того, как я занялся фехтованием, я мог очень быстро разозлиться. В фехтовании, если быстро теряешь самообладание, то не сможешь учиться. Фехтование находится в сердце. Когда занимаешься, то корректируешь поведение и исправляешь сердце. Становишься благородным, честным и добрым». «Это приносит радость. Я начинаю верить в себя, лучше концентрируюсь, лучше себя контролирую». Программу основала неправительственная организация «For the Smile of a Child». В ней поучаствовало уже 300 девушек и юношей. «Молодые люди из тюрем напряжены и закрыты. Но как только они начинают фехтование, то это им нравится, их лица открываются». Фехтование для заключённых – ещё и большая отрада. Тюрьмы Сенегала переполнены, там процветают насилие и антисанитария. А самое плохое, что суда большинству приходится ждать очень долго. Иногда срок предварительного заключения превышает фактический срок заключения. Но самую большую пользу видно уже после освобождения учеников. Тренер говорит, что из 300 заключённых, которые прошли курсы по фехтованию, ни один не совершил повторного преступления, выйдя на свободу.